Здравствуйте, друзья! С вами Леонид Рычков и в этом видео-уроке мы с вами будем учиться, работая с программой Camtasia Studio. Перед нами стандартное окно, которое появляется при запуске программы. И давайте разберем, что здесь для нас будет интересно. Во-первых, у нас окно разбито на несколько секций. Первая секция – это меню, затем кнопки быстрого доступа, затем в левой части идет список задач, которые мы можем использовать при работе. Дальше в центре – корзина клипов и справа – видеоплеер. Нижняя часть – это так называемая таймлайн, либо монтажный стол, кому как удобнее. То есть здесь у нас будет как раз основной инструмент при редактировании клипов, но об этом чуть попозже. Итак, прежде чем начать работу с программой, вам, конечно, необходимо подготовить соответствующий сценарий. И желательно его предварительно обкатать. После этого нажимаем «Запись экрана». У нас появляется вот такой инструмент. Сейчас идем сразу же в «Tools» в «Настройки». Выбираем «Options». И вот здесь необходимо один раз настроить горячие клавиши. Вот они – «Hotkeys». Выбираем запись пауза клавиши F9, как у меня. Дальше – «Stop» F10, она по умолчанию. Маркер – «Ctrl» плюс «M». Так и оставляем. А вот клавиши «ScreenDraw» выбираем F8. Это очень важно. После этого нажимаем кнопку «Ок». И сейчас нам необходимо выбрать размер окна, которое будет записывать все наши действия. Здесь есть два режима. «Fullscreen» – то есть полный экран, либо «Fragment». Я рекомендую выбрать «Fragment». И здесь есть два режима. 800 на 450. Вот такое небольшое окошечко вы будете видеть. Лиже режим HD. 1280 на 720. Это уже больший размер. Вы выбираете в зависимости от того, что хотите записывать. Я остановлю здесь 800 на 450. Этого будет более чем достаточно. Итак, здесь мы видим настройки микрофона. Как раз я говорю. И показывается чувствительность. Вы можете движочек перемещать вправо, либо влево. Далее. И нажимаем кнопку «Record», то есть «Запись». Так, у нас идет обратный отсчет. И после этого, вот сейчас мы можем с вами говорить о том, что идет запись, сигнализирует вот эти вот мигающие треугольнички по краям выбранного окна. Так, если вам необходимо во время записи сделать паузу, нажимаем клавишу F9. У нас зеленые треугольнички перестали мигать, стали зеленого цвета. Это означает, что вы стоите на паузе. И вот здесь подпись, написано «Резюме». Если я снова нажимаю клавишу F9, у меня треугольнички начинают мигать по краям окна. И снова появляется здесь пауза. Ну, в принципе, вы этот, допустим, плеер видеть не будете. Он у вас свернется в системный трей. Поэтому ориентируйтесь по зеленым треугольничкам. По мерцающим зеленым треугольничкам. Допустим, вы отговорили первый блок, показали что-то, нажали F9, поставили на паузу. То есть, сходили, допустим, водички попили, прокашлялись, прочихались там и что-то еще. Почитали сценарий, успокоились, снова нажали клавишу F9 и продолжили свой рассказ. После того, как запись готова, нажимаем клавишу F10 или стоп. Программа нам выдаст вот такое окошко. Здесь мы можем выбрать запись, то есть, сохранить файл, удалить полностью наш видеоклип, выбрав Delete, либо отправить на редактирование. То есть, клавиша Edit, значок такой. Либо записать уже сразу диск. Но я рекомендую выбрать все-таки редактирование. Так, мы с вами это все сейчас сохраним. И посмотрим, как проводить редактирование уже отснятого материала. Тут есть несколько фишек. Так, профиль. У меня вот это окей. Раскрываем список, выбираем размер записи. Мы уже размеры настроили. Окей. Так, вот у нас клип, который мы только что с вами записали. Здесь у нас окно плеера. Мы можем его запустить, посмотреть. А внизу у нас так называемый таймлайн или монтажный стол. Можно масштаб увеличить для удобства. Я рекомендую, прежде чем приступать к монтажу, перейти в настройки звука. Вот они у нас здесь. Выбрать, выровнять уровень громкости. И нажать кнопку удалить шум. То есть, программа автоматически все лишнее без нашей участия отсортирует. Вот, нажимаем окей. И вот теперь мы можем переходить непосредственно к монтажу. Вот у нас здесь пики есть. С помощью вот этих двух маркеров мы можем, к примеру, убирать те области, которые нам необходимо исключить из нашей записи. Так, я масштаб сделаю побольше. Итак, допустим, я хочу вот этот промежуток или паузу убрать. То есть, я ставлю маркер в начало, удерживая левую кнопку нажатой, делаю такую протяжечку, выделяю фрагмент, нажимаю правую кнопку мыши и выбираю вырезать выделенное. Вырезали. К примеру, я хочу вот убрать вот этот пик. Ну, даже вот такой раздел. Также выделяю правой кнопкой вырезать. Итак, двигаясь от начала до конца, я убираю все лишние промежутки, все экания, бяканья, какие-то посторонние шумы, которые присутствуют на записи и которые я не хочу видеть в исходном файле. После того, как монтаж завершен, я могу еще раз просмотреть весь видеоклип в плеере. Если меня все устраивает, то переходим к следующему пункту, посредственно создание видео. Выбираем создание видео. У нас появляется вот такое меню. Здесь сразу нажимаем кнопку далее. А вот здесь следует выбрать тот формат, в котором вы хотите выгрузить ваш исходный файл. Я рекомендую выбирать mp4svf для интернет-публикации. Также есть формат vmv, формат mov, quicktime, avi и так далее. Даже есть mp3, только звук. Выбираете нужный вам формат, нажимаете далее. Здесь снова далее, ничего не трогаем. А вот здесь вы можете добавить водяной знак. Выбираем настройки. У нас появляется окно предварительного просмотра. У меня настроен правый нижний угол. Здесь у меня есть PNG специальный, подготовленный в фотошопе логотипчик. Я выбирать могу различные эффекты, различные масштабы и положения. С помощью вот этих кнопок и ползунков. Все это вы задаете, если вам надо. Нажимаете кнопку ОК. Если вам водяной знак не нужен, просто снимаете галочку, он исчезает. Затем жмем Далее. Здесь указываем, куда будем сохранять. Допустим, на рабочий стол. Давайте напишем ТЕСТ. ТЕСТ. Жмем ГОТОВО. И началась процедура просчета исходного видео. В зависимости от того, какой у вас компьютер, насколько он мощный, насколько длинный видеофайл вы записали. Эта процедура может занять от нескольких десятков минут до нескольких часов. Здесь появляется просмотр. Нажимаем, смотрим. Если все хорошо, то, в принципе, уже отлично. Итак, программа просчитала все. Появляется вот такое окно с краткой статистикой. Нажимаем ГОТОВО. И наш исходный файлик мы можем найти по указанному нами ранее адресу. Итак, ваша задача. Подготовить сценарий какого-то небольшого обучающего видеоролика. Отрепетировать его без записи сначала. Затем записать с помощью Camtasia Studio. Сделать редактирование вашей записи. И выгрузить его в формате, например, MP4. А затем просмотреть уже в каком-то медиаплеере. Сразу говорю, что у многих из вас с первого раза может не получиться. Поэтому пробуйте второй, третий, десятый, двадцатый раз. То есть до тех пор, пока не получите более-менее приемлемое качество. Все приходит с тренировкой. С количеством действий. На сегодня у меня все. До встречи в следующих видео уроках. С вами был Леонид Рычков.